Проблемы дорог на устах у курганцев, начиная от некачественного ремонта, заканчивая его полным отсутствием. Теперь за технологией следит общественная комиссия. Первый выезд на трассу Курган-Звериноголовская. Там расширяют дорогу и восстанавливают ее прочность. С помощью дорожной лаборатории специалист контрольных органов определяет ровность полотна. Еще эта машина измеряет коэффициент сцепления. Также мы можем взять прочность, упругость и геометрические параметры. То есть это ширина, поперечный уклон, продольный уклон. Все это делает, вот это все у нас машина. Показания датчиков передаются в компьютер, который обрабатывает и выдает результат. На его основе эксперт оценивает этот участок трассы на 4 с плюсом. Сейчас мы как раз брали коэффициент сцепления и ровность. Да, эта дорога удовлетворяет проектным данным. В последние годы к дорожным проблемам хоть и повернулись лицом, отмечает начальник технодзора, но денег все равно выделяют недостаточно. Жизнь стандартного покрытия, 7 лет, укорачивает большая транспортная нагрузка. По словам Валентина Романенко, протяженность региональных дорог – 5,5 тысяч километров. Ежегодно ремонтируют максимум 2% полотна. У нас еще более 400 населенных пунктов не соединено дорогами с твердым покрытием. То есть люди не имеют круглогодичной связи, то есть ездят по грунтовым дорогам. Это, естественно, весенний и осенне-зимний период. В ближайшие 5 лет проложить дороги должны в 100 населенных пунктах области. Представители общественной комиссии обещают проконтролировать. Из федерального бюджета в рамках проекта «Новые дороги городов России» выделено 316 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт. В первую очередь отремонтируют подъезды к больницам, детским садам и школам. Ольга Тыщик, Александр Киселев, телекомпания «Регион-45».